На нашем телеканале новости в студии Ирина Кожина. Здравствуйте! Начнем с главных тем. Поселок Луговой посетила бригада соцдесанта. Какие вопросы в сфере соцподдержки от государства разрешились для жителей? Кадетские классы в школах. Узнаем, в чем отличие от обычных и какие дисциплины постигают ребята. По нацпроекту «Культура» в регионе отремонтировали 14 сельских клубов. Увидим, как преобразился Дом культуры в Пасьве. Проект «Социальный десант» снова в Приморском районе. И вопросов к специалистам различных служб не убавилось. Мобильная группа ответила на каждый, а также проинформировала жителей о новых мерах соцподдержки. Очередная мобильная бригада соцдесанта посетила поселок Луговой. Акцент в этот раз сделали на введении с января 2023 года единого пособия для семей с детьми и для беременных женщин. Назначать его будет и курировать этот вопрос фонд пенсионного и социального страхования. Таким образом, нашим гражданам не придется обращаться в несколько организаций, собирать огромное количество справок. Они это делают по одному заявлению на портале государственных услуг или через МФЦ. Обсудили еще один не менее важный вопрос – медицинское обслуживание в поселке. Мы решали вопрос о работе нашего медпункта, нашей участковой больницы. Очень благодарны, что все приехали, столько специалистов. И очень продуктивно, мне кажется, поработали с нашим населением. Надеемся теперь на благополучные решения наших нужд. Консультируют северян специалисты пенсионного фонда, соцзащиты, центра занятости и сферы ЖКХ. Я пришла с вопросом о субсидии по жилищно-коммунальному хозяйству. Могу я ее оформить или не могу? Я с девушкой посоветовалась, она мне объяснила, сказала, какие документы собрать, куда приехать, номера телефонов оставила. И, в общем, я довольна. Все, поеду, сделаю. Она сказала, что должно получиться. В этом году социальный десант посетил более 170 трудонаступных населенных пунктов. В Приморский район мобильная группа выезжает регулярно два раза в месяц. И вопросы от жителей часто поступают заранее. Мы постараемся в рамках социального десанта рассмотреть все поступившие обращения. И в пределах компетенции всех, кто здесь присутствует, всех социальных служб, постараться найти решение и помочь гражданам решить тот вопрос, с которым они к нам обратились. 12 декабря социальный десант отправится в Коряжму. Полное расписание выездов мобильных групп можно посмотреть на сайте социальной защиты Архангельской области. Лидия Бапуш, Виолетта Копылова, Ольга Красулина, Регион 29. В школах все чаще появляются кадетские классы. Но попасть туда не так и просто, несмотря на высокую нагрузку. Помимо прочих дисциплин, ребята чеканят шаг на строевые подготовки, занимаются в тире, учатся вальсировать. На одном из уроков побывали мои коллеги. Подробнее Аким Самедов. В школе номер 2 имени Василия Филиппова занятия по начальной военной подготовке у школьников проходят каждый день. На этом уроке ребята учатся оказывать доврачебную помощь. Это тактическая медицина. Вниз ведем. Делаем первый тур. Один тур – это один оборот. Мне нравится. Мы тут много изучаем. Мы изучаем строевую подготовку, медицину, всякое разное. Но это может пригодиться в жизни, также физическая подготовка, медицинские знания и так далее. Так как я хочу пойти в военное, я думаю, мне это должно пригодиться. И поэтому я этим занимаюсь, мне это интересно. Кадетские классы сегодня есть почти в каждой школе. Дети с 5 по 11 классы проходят строевую и тактическую подготовку. Как и на любых других уроках, задания и зачеты. Обучает ребят педагог Центра технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» Артем Гулин. Сам выпускник этой же школы. Артем проходил срочную службу в кремлевском спецназе президентского полка. Уже третий год в рядах своих учеников педагог также старается поддерживать должный уровень подготовки. Изначально, да, инициатива от родителей. Вот этот самый первый класс в разгвардии, который у нас появился. Они, родители, сказали, что хотим быть кадетами. В принципе, обговорили с директором и вот теперь они кадеты. Также в школу приходят сотрудники Росгвардии, беседуют с ребятами, проводят выставки и мастер-классы. Подопечные Артема помимо учебы участвуют в различных спортивных соревнованиях и общественных мероприятиях. Аким Самеда, Светлана Михеевская, Регион 29. Обновленный дом культуры открыли в Пасьве в Вельском районе. Ремонта в здании не было почти полвека. Как изменилось единственное место досуга в небольшом поселке? Расскажем в сюжете. Дом культуры в поселке Пасьве – это единственное на несколько окрестных деревень клубное учреждение. Проживает, наверное, 800 или 900 человек. Много ближайших населенных пунктов еще у нас к нам прилегает. Формирование у нас танцевальное, вокальное, театральное. Творческая мастерская у нас есть. Его ремонт стал частью национального проекта «Культура» и государственной программы Архангельской области «Культура русского севера». Обновление обошлось в 5 миллионов рублей. К работам приступили в сентябре, капитально отремонтировали кровлю, фасад, заменили окна и двери. Всего по нацпроекту «Культура» в этом году в регионе отремонтированы 14 сельских клубов, три из них в Вельском районе. Это у нас Низовский сельский дом культуры, Далматовский дом культуры и дом культуры в поселке Пасево. На капитальный ремонт трех учреждений культуры в Вельском районе выделено порядка 10 миллионов средств федерального, областного и местного бюджета. В 2023 году дом культуры в Пасеве планируют модернизировать и внутри. К этому часу все. Подробнее о событиях четверга я расскажу вам вечером в 19 часов ровно. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин